Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 1152. События дня. Псалом 48.2. Слушайте сие все народы, внимайтесь ему все живущие во вселенной, простые и знатные, богатые равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость и размышления сердца моего знания. За 11 февраля 2019 года. Как всегда объявление. Сестра умерла, четверо детей осталось. Кто желает, может помочь. Затормозите. И тут можно посмотреть ролики, что здесь без обмана, как ее хоронят и все. Ну и кто избрали человека, которому будет поступать помощь. Дети подрастают, хотим создать им фонд. Вот Владимир Ганган пишет. Первый раз, когда разговаривал с Игнатием Тихоновичем, колени дрожали. Просто так лучше не звонить. У них каждая минута дорога. А Игнатий Тихонович добрый и хороший. Мы просто должны понимать, что такое человек. Просто так ветер бить не будет. Спаси, Христос. Василий. Игнатий Тихонович, благословит вас Господь за ваш труд. Я смотрю ваши ролики. Я живу в Сакраменто, Америка. Хотел узнать, как там Никита проживает. Он на Украине. Он не звонит вам из Украины ни разу. Благодарю. Простите, что побеспокоил вас. Владимир. Я, Владимир, посмотрел несколько видеопередач с Илапкиным и выслушал мнение о нем служителя РПЦ. Мне мое сердце ответило. Прав Игнатий. Он как бы сошел со страниц жития святых в нашу современность и учит нас о замхристианстве. Не исполнив, которое нельзя стать христианином. Говорит правду в глаза без всякого лукавства и во благо человеку. Пожалуй, на один такой, на один миллион проповедников. Ну, вот сколько там нападает, там разное, ну, кто что нападает? Ну, и все же нападают. Добрый плотник. Добрый день. На Ютубе опять вышел ролик о вас. Это Синицкий пишет там Александр. То другое. Это интересный Александр. Я когда первый раз только глянул, ничего не слышал, ничего. Мне сказали, а я гляну только на него, как он говорит, и что я полно безбожник. У него ничего нету. Пустой. Бессовестный. Вот на глазах, на поведение, на растежку его все написано. И я его сразу занес в гробу молиться о врагах. А он еще больше лютует. Все уже. Он уже занесен. Я за него первого молюсь, чтобы Бог не вменил ему беззаконие на судный день. Безумие его, лжи, ложь абсолютная. Вот как будто бы сын дьявола. Всякая ложь. Ни одного слова истинного нет. Он не знает Бога. Какие-то харизматические у него-то были, наколки там. Я не знаю, такая муть. У него ничего нету. И вот он говорит. Мне жаль людей, которые не видят руку Божью на вас. Оставил комментарий. Но их там удаляют. Решил продублировать и в моем письме к вам. Мне жаль, что вы, Александр, не увидели, что сердце Игнатия Тихоновича в руке Божьей. Распространение слова Божьего через Авдева в конце 80-х чего стоит? А ему это не надо. Он безбожник. Тюрьмы за веру евангельскую многолетней прессинг психиатрии. А у этого прессинга его облепляют вот эти клеветники. Они там вокруг него, как бесогона. Крыхтятся, вертятся, крещат меня, поносят. А что от этого? Я полез к голубям, пошел на улицу. Я ничего от вас не страдаю. Это венец вы мне сплетаете. Всякое поношение ради Христа. Будь я не верующим, вы бы по-другому говорили. А я раз верующий, тем более православный, там все эритики собрались. Ну, как, говорится, змеиный клубок какой-то. Шипят и шипят. Господи, благослови их, не убивай их. Оставь их пока. Оставь, чтобы знал народ Божий, что ты есть. Собрались, которые везде там на романы. С романом нападали на меня. Теперь романа нет, они на меня. Это мальчишки разные, там гнусности говорят. А он питается этим. Как говорят, подпитывает энергию свою. Его просят. Он брат во Христе, то другое. Да сохрани Бог. Брат кому? Лжец, дьявол есть лжец. Если обо мне пытался Сергей парализованно устроить нашу встречу, он никак не пошел на встречу. Еще тут спрашивать. Благослови его, Господи. Тюрьма за веру евангельскую, многолетней пресс-психиатрией. Называясь православным, является строгим обличителем священства РПЦ, призывая к чистоте Евангелия и соблюдению канонов Вселенских соборов. Похвалил. Так это как раз вина от них. Православие, они говорят, это не спасительное, это другое. Они собрались так. Шелудивая, как говорится, компания. Ведь и мы признаем и возглашаем символ веры. Ну, кто роет яму, тот упадет в него. И кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Кто роет яму ближнему, тот упадет в него. Притча 26-27. Вот такая. Денис. На протяжении двух с половиной часов вы, Александр, занимаетесь тем, в чем пытаетесь обвинить Лапкина. Бессвязное сопоставление, отдельных отрывках, вырванных из контекста событий. Никаких серьезных аргументов. Все натянуто. Какие-то эмоции. Неудачные попытки привязать к священному писанию. В общем, вы, как и многие еретики, просто клевещите на труженика Божьего. Потому что он вас выводит на чистую воду. Вот на чистую воду. То дело в том, что он бы меня, может, и не тронул так скоро. Но то он напал на Иоанна Златоуста. Всю его биографию исковеркал. Ну, это даже трудно сказать, что человек, там, один демон, там, легион какой-то. Но Иоанна Златоуста, признанного Западно-Восточной Церковью. Я песни его в проповеди постоянно упоминал. А он протестант. А этот сидит и бритоголовый начинает. Ой-ой-ой. Попыткой осудить Лапкина осуждайте себя. Я есть в Фейсбуке, в моем мире, под своими именами и фамилией. Живу в городе Рубцовск. Александр Самедов. Александр, посмотрел ваше видео, и мне стало вас жалко. Мое имя Александр Самедов. Осознанно поверил в Бога. Я в 2001 году. И получил рождение свыше. Стал считать Библию и протестантскую литературу. Там нас посещали пятидесятники и православные. Я стал посещать пятидесятников. А к православным несколько раз приходил и задавал язвительные вопросы батюшке. И сам же был доволен тем, что он не мог мне ответить. В общем, я пропитался духом протестантизма. Но внутри понимал, что все что-то не это, не то. И почему-то не мог признать, что это церковь Христова. Внутренне я был похож на вас тем, что всех критиковал. А у этого действительно ничего нет. Только он находит, где то ли деньги платит. На всех кидается и всех кусает. До того смешно. Мужик серьезный должен быть. И чем занимается-то? Да что же меня не критиковать-то? Да у меня 14 тысяч 150 роликов. Ну, из роликов моих выдергивает все. Ни контекста, ничего. Там дети не так, дети не так. Ну, ты занимался детьми-то. Покажи, где. Я все выставил. Ни худо, ни бедно. Где-то 140 роликов про лагерь. 45 лет я начальником ему был. Сам основатель. Он ничего этого не видит. Ему это не надо. Нет. Он ищет то, чтобы... У меня власть искала КГБ, прокуратура, и ничего не нашли. Но вы-то что можете найти-то издалека, из моих же роликов. Ну, не враг же я себе-то, если все выставляю-то. Поэтому вы ничего в них не возьмете, карамольного-то. И вот однажды я увидел ваши обличительные ролики и очень обрадовался, что есть такие люди, которые видят, что творится в сектах и что есть единомышленник. Потом я перестал слушать каких-либо проповедников. То есть, заключением, вас на собрание, соответственно, не ходил. Но у меня всегда стоял вопрос, где же истинная церковь? И когда я слышал ваше обращение, братья и сестры, то у меня возникло ощущение, что вы знаете, где есть истинная церковь? Прослушав у вас очень много роликов, и понял, что вы вне церкви, как и я. Хотя ранее я эритически считал, что церковь – это духовный организм, разбросанный по всему миру верующих. И много у меня было собственных истин в голове. Тогда я стал все же искать понятия о церкви на земле. И в итоге пришел в православие. Но и там меня много что смущало. Все же я понял, что в православии люди сохранили веру до наших дней, а не и Христа. И жизнь жили не как мы, ублажая плоть пуза. А когда увидел себя на фоне подвижников божьих-то, то в себе вижу столько страстей и немощей. Понимаю, что эти люди – пример для подражания, как и сказал апостол Павел. Подражайте мне, как я Христу. Именно это подражание в вере есть в православной церкви. Когда я начал слушать Игнатия Лапкина, то было где-то непонимание. Но я старался не зацикливаться, потому что хотел увидеть больше, нежели то, что я не понял в нем в данный момент. И вот когда я внутренне признал себя еретиком и в молитве отрекался от своих еретических мыслей и стал считать православную литературу, то стал и понимать глубину слова Игнатия Лапкина. Хотя некоторые его личные поступки меня смущали, но с выводами я не стал торопиться. Да и кто я такой, чтобы судить того, кто морально меня превосходит, кто веру в Христа хранит благоговейно? На прошлом занятии у нас, говорят, ну все ошибаются, дескать, я обо мне. Он говорит положительно. Я сразу же сказал, конкретно покажите, что вы. Он ничего не мог человеку показать. И это-то заочно говорит. Повторяю, ни одного посыла правильного нет. Все фальш, обман у них. На это есть церковный суд. Но его этот суд пока не судил. Тем более характеристику дает митрополит. Нет догматических, канонических нарушений нигде. Когда стал слушать Игнатия Тихоновича, при прослушивании я иногда вспоминал о вас. Александр, мне хотелось, чтобы вы его услышали и приняли православную веру. Иногда поэтому я внутренне молился, слушая Игнатия Тихоновича. Размышляя, думал, что, возможно, вы что-то не примете и будете категоричны. Но все же с чем-то, согласитесь, мне хотелось, чтобы вы приняли. А тут абсолютно то, чего я даже и не мог хоть подобное что-то предположить. Нет, он не примет. Есть люди, перешедшие грань, за которые покаяния не дается, похулившие Духа Святого. Он безбородый, а вы слушать-то там нечего. В общем, значит, ваш выбор такой, но я за вас буду молиться, потому что внутренно, где-то глубоко в сердце надеюсь, что вы примете решение пересмотреть свою позицию о спасении души, о церкви и ее членов. А об Игнатии Тихонович Лапкину скажу лишь, что он каждый день снимает видео о событиях своей жизни. То я так не решусь. А он ничего не скрывает. И даже в этом ему нет равных. Да, нет равных. Повторяю, 14 тысяч роликов. Это где-то за, сколько началось, второй, десятый, ну, 8 лет. Андрей Гринкевич. Еще один яйцеголовый решил на Лапкина потявкать. Сколько таких шавок, как Лапкин говорит, шатохи. Это беспривязные собаки. Он прав, у него знания, опыт, а у вас... Вот и считай, что у них. Отлично, Лапкин, по рогам вам бьет. Аж звон и треск. Владимир. Истина православия. Миссионер Игнатий Лапкин. Раб Христов. И он правильно понимает Святое Писание. Многое лета ему. Аминь. Андрей. Мне кажется, Александр, что если бы вы кого из апостолов Христа встретили, то и те не прошли бы ваш суд на чистоту Христову. Да и ангел вам явись, вы и в нем отыщите недостаток. То есть безбожник. И он ковыряется, копается где-то. Прости, Господи. Совершенно неверующий человек. Ни страха Божия, ничего нету. Бритый, вот он и говорит в этом. Ничего нету, ни опыта. Неужели не страшно вам самим быть судимым, таким же судом, каких вы всех пересуживаете? Притом, он на всех. От меня вот оттуда. Это два ролика он поставил. Он не должен уйти. Он должен минимум 220 роликов поставить. Но пока он у меня здесь копается, в другом месте он уже не может быть. Я отвлекаю силы сатаны на себя. Андрей, ты что плетешь, скоблец? Как тебе в голову влезло назвать бороду прикрытием лицемеров? Ты на Христа взгляд подними, на его подражателей святых подвижников. Ты кого называешь лицемерами? Сатана. Хаттабыч, он не святой. Но что ты несешь уже на пятой минуты ролика? Тебе в осуждение перед Богом. То есть я ничего не отвечаю, тут ответят за меня. Я их людей не знаю. Денис Герасименко. Если Лапкин такой негодяй, в кавычках, зачем же он все свои ролики выставляет? И удачно, и не очень. Ну и скрывал бы их, если есть что скрывать. Вообще не нахожу ничего серьезного в ваших обвинениях Лапкина. Насчет голубей, да. Есть перегиб на мой, подчеркиваю, на мой взгляд. А в остальном ничего серьезного. А насчет голубей что? Что я колю? Вообще вы курицы колете и ничего. Гусей колете. Страусов колят. Что они так в этом? Это мои голуби. И никто меня в этом не обвинит. Один раз в год мне пришлось 300 голубей убрать, потому что корма нету, оставляют только на зиму. А когда селекционеры, все до одного селекционеры в мире убивают голубей, у которых ни одно перышко не так. А тем более я мясо не ем. За что он? А это все те, которые аборты делали, убийцы настоящие. Вот они как раз и лезут. Ой, голубей. Ой, ой. Я люблю голубей. Все. Я оставляю, люблю. И использую их так, как назначил Господь. Миллионы голубей, повторяю, миллионы приносились в жертву в Израиле. Но если человек не знает, то открой книгу Левит и книгу Луки, евангелист Луки говорит, и принесли двух горлинок, двух голубиных птенцов. Куда? Их показывали, как крылья отламывать их, как их кололи. И не так, что дети отвернитесь, будут колоть. Все видели. И баранов кололи, и не сколько-то, а за раз 120 тысяч. Так это бараны, они более как-то... Одна сфера-то, не в воздухе. А в воздухе птиц, а тут меньше привязанность. Это так понятно. Роман. Вот у вас своя вера бывает, когда мы ложно оправдываем свое бездействие в вопросе нашего благовестия. Ну и дальше. Просчитайте, о чем он пишет. Тормозните, а потом протяните дальше. Просчитайте, о проповеди ратуют. Вот пришел еще один человек. И вот он говорит. Роман на это отвечает. Тормозите, просчитайте. Тут много хорошего. А вот о Ньютоне говорится. Биография Ньютона. Тоже очень хорошая. Много нового здесь. Я просто отмечу. Черты характера, как был. А теперь говорят, что близкий был к корианству. Брился. Вот я гляжу, сколько у него этого тоже было захватывали. Хороший человек. Все нормально. А оказалось, если так, да как еретик. А если не будет признавать троицу, он лишался всех льгот, лордства и все. В Вере-то он был, видите как, нецельной фигурой. А товарищем он писал об этом. Статуя Ньютона, где, все. Дмитрий Лемеш пишет. От себя добавлю, что я был обращен только благодаря не только знаниям, но и манере проповеди Игнатия Тихоновича. Она у него живая, настоящая, принастоящая. Ну и дальше о себе говорит он как. Вот. Прочитайте. Считайте эти места, тормозните и просчитайте. Вот так. Это я тут заказал, чтобы Сергей занялся этим. Если можно будет, он ответил согласием. Ну и будет моя переписка с мусульманкой. Потом еще некоторые переписки. Я все выставляю. Самая тайная. И поэтому меня брать голыми руками можно. 14 тысяч 150 или 60 роликов. Да 41 книга. 38 в бумажном варианте. Да еще 7 томов. А дальше 4 тома по 800 страниц каждый том. Чего ж тут не брать-то? Особенно человек раскрывается в стихотворной форме. А у меня 3467 стихов по 9 куплетов. Кажется, стихотворение 36 строчек. Ну и чего тут не брать? А этот сидит, у него ничего нету. Все лысо. На лице лысо. И всюду везде. Скабрес, как этот говорит. Ну, благослови его, Господи, чтобы не погиб. Может быть, Господь еще и допустит до покаяния. Хотя, скольким людям он досадил, креветал, то не знаю. Семей сын Геры поносил Давида и простил его. Но Соломон все равно настиг его. И в крови сошел в могилу. Ну вот. Наши показать можно ресурсы. Прошлый день, чем мы занимались. Это вот. Вот друзья. Роман хочет попасть. Друзья. Это сам Мира Тагеева. Вот я наш покажу. Где я в шапке просто без голубя. Тут можно общаться. Тут я могу скинуть, что почем и книги. А это вот. Это сейчас я переписку. Как раз с Амирой Тагеевой говорил. Новое сообщение наткнул. И вот тут видно. Вот. Наш форум. 1600. Форум. Тем огромных. Еще покажет на моих гоней. Ну, как клеветники. Да ничего они не покажут. А это вот православный видеоканал. Они никогда не создадут даже один видеоканал. Никогда. А почему? Так, а что он создадут? Я сколько говорю, чтобы я кого-то копал тут, ни одного такого ролика нету. А здесь я выставляю больше тысячи роликов. Златоуст 12 томов насчитан мною. Жития святых. Это же не два, не три. А речь идет о тысячах. Житий святых. Добротолюбие полностью. Библия. Архипелаг. Гулаг. А теперь я беру еще вдобавок и ролики Сергея парализованных. Почему? Потому что в них, во всех, мое незримое участие. Мы переписывались. Переписка выставлена. Если бы мы не встретились, у него, может быть, ни одного ролика бы не было. Он об этом говорит. Занимался иконами и все. А тут стал благовестить. И какие друзья были, отвалились от него. Они его считали святым. И сразу говорят, и в тебе бес. Но парализованно. 17 лет на вытяжку лежал. А они бессовестные. Бесты же. Ну, если... У меня были такие в газете клеветали о московском комсомольстве. Я подал суд. Все процессы выиграл. Все. И против ГТРК. Ну, это Алтайская краевая радиостанция. Не выиграна процесса, чтобы меня обвинили. Этого не было еще. Если судили меня... Посадили, когда я реабилитирован. У меня ничего нет. И зайди на наш сайт. Повторяю. Сайт. Это вот форум. А то есть еще сайт. А где он сайт этот... Где вот я сейчас могу показать. Даже вытащу его, этот сайт. Конкретно. Вот, минуточку сейчас. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Вот он. И здесь... Вот для Слова Божия нет ус. Я его нажимаю. Для Слова Божия нет ус. Вот оно. Это для Слова Божия нет ус. Это моя биография. Как меня садили. Что говорили. Что было. Какие статьи. В районных. Краевых. Общесоюзных. Зарубежных. Как я выступал на радио. Голос Америки. В Вашингтоне. Ну все, 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 все. Вот оно как. Прокурор тут отбивается. Детский лагерь. А им ничего не надо. Он что-то увидал. Что-то не так. Одно то, что 45 лет ни одного несчастного случая не было. И дети некоторые 8-10 лет подряд приезжают. Плохо им? А сколько бесплатно? Повторяю. Тысячи детей отдохнули. И ни рубля государство не дало. Пусть Александр покажет. Сколько детей он поднял. Я 18 лет только сотрудничаю с тюрьмой. Сколько людей встали на ноги? Пусть он покажет. В государстве погублено 21 тысяча сел. Мы восстанавливаем одно. Пусть он покажет. Но ничего же он не покажет. У него нету. И поэтому я могу только молиться, сожалевать о такой пустяшной жизни. Научиться, как он говорит, гавкать только. Да и гавкать-то не знает на кого. Прости ему, Господи. Он не знает, что творит худо. Люди гавкали на Христа. Да с чем они остались? Пошли в плен. Вот здесь легко можно все найти. А они ничего не могут показать. У них нет ничего. Пустота. А с пустотой и разговаривают не о чем. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Ну что, сижу дома. Вчера тут занимался. Записывал. Какие записи. Так особо этого ничего нету. Документ один искали долго. Необходимо было там. Барак сносит наш. Могу дать квартиру. Заранее назначил кому. Если дадут. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok